МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Бессарабия ТВ новости в студии Ирина Паил. Сегодня в выпуске. Бюджет Белгород-Днестровского. Доходы и расходы. Безопасность на избирательных участках. Посвящение в казачата измаильских учеников. А керманские велоперегоны. Кто стал лучшим, знают наши корреспонденты. Бюджет. Это емкое слово является самым важным в жизнедеятельности больших и малых городов. От его наполненности зависит состояние бюджетных учреждений и то, в какой срок выплатят служащим зарплаты и пенсии. О том, как обстоят дела с бюджетом в Белгород-Днестровском, смотрите в следующем сюжете. Еще год назад работники бюджетной сферы Белгород-Днестровского бились в догадках. А получат ли они положенную им по закону заработную плату? Так прошел почти весь прошлый год. Нынче, как утверждают чиновники госполкома, ситуация кардинально изменилась. Платежи на учреждения казначейство проводит без задержек. Все зарплаты бюджетникам выплачиваются вовремя. Бюджет места выполнился на 101,5% с урахованием трансфертов с державного бюджета. Если взять в разрезе доходов, то загальный фонд места без урахования трансфертов выполнен на 107,6%. Специальный фонд без урахования трансфертов выполнен на 96,3%. Однако за 9 месяцев текущего года доходная часть специального фонда, в том числе и часть бюджета развития, не выполнена. А виной тому, как заявили на последнем заседании исполкома, плохие результаты по продаже городской земли и сдаче в аренду коммунальной недвижимости. По доходам у нас чистый бюджет развития без передачи. У нас он составлял 709,3%. Выколоны всего лишь 196,6%. Несмотря на то, что показатели выполнения городского бюджета не такие, как планировали, чиновники утверждают, что до конца года ситуация изменится. Не забыли члены исполкома вспомнить и о программе софинансирования партнерства «Румыния-Украина-Республика Молдова». У меня вопрос к Сергею Критковскому и, наверное, к Дудорожным. Скажите, пожалуйста, часть этой программы была профинансирована. Я не помню, это было 10 тысяч евро или 20 тысяч евро. Какова история с этими деньгами? На счету у казначейства находится на реконструкции парка Ленина. Это деньги на табличку парка Ленина. Ну, это будет новый парк, поэтому мы не можем пока делать табличку, не знаем, какой будет парк. Это на знаки указательные к тому же парку Ленина, который будет у нас, будем говорить, не знаем, как он называется. Это деньги находятся в казначействе. То есть эти деньги не были расходованы вообще, да? Нет, были там, была у нас, делегация была молдавская, было 30 тысяч. И практически пока ничего не было расходована. По словам Сергея Критковского, деньги, которые в рамках программы сотрудничества передали на развитие туризма в Белгороднестровском молдавские коллеги, нынче в целости и сохранности на счету казначейства. И как только в них появится необходимость, их тут же можно будет использовать. Депутаты подчеркнули, что этот вопрос нельзя упустить с виду, ведь деньги должны использоваться четко и по прямому назначению. Празднование Дня защитника Украины в Белгороднестровском оказалось довольно-таки насыщенным на различные спортивные мероприятия. После возложения цветов в сквере воинской славы велосипедисты города провели соревнования. Как проходили состязания и кто победил, более подробно расскажет Елена Малаеван. Дмитро за фахом – экономист, але хобби хлопцы – велосипеди. На змаганні він приїхал на залізному коні, що змайстрував власними руками. За словами спортсмена, саме завдяки своему двоколісному товарищу він став переможцем велогонки. Плотов начал заниматься велосипедами и спортивным участием в них, где-то лет 5 назад, после окончания университета. Начал строить свои велосипеди и тоже принимал участие в выставках. Ну и вот сегодня приехал тоже с ребятами. Счастливо узнал вчера вечером, только что будет приехать сегодня какое-то мероприятие, ну в плане велосипедов. И вот решил приехать поучаствовать. Повболювати за Дмитра прийшла його улюблена вчителька, а нині заступник міського голови Белгород-Дністровського Тетяна Мунтян. Яка памятає спортсмена ще з шкільних років. В народе бытует истина, если человек успешен, то он успешен во всем. Вот я сегодня безумно рада тому, что победил Дима Выгоняйла, потому что это мой ученик, это ученик 11-й школы. Это был креативный ученик, ученик очень успешный, ученик, который очень хорошо учился. И вот то его хобби, то его увлечение, которое есть на сегодняшний день, оно подтверждает еще раз его успешность. Потому что он не просто приехал поучаствовать в соревнованиях на велосипеде, купленном в магазине, а создал его своими руками. А то, что создается руками, то всегда значимо и знаково. Егор занимается велоспортом уже три года. На змагания юнак приехал на велосипеде и с современным обладнанием. Из всех сил хлопец пытался выжить педали, чтобы посести первое место. Но ему не хватало несколько секунд, и он стал сребным призером. Велосипедный компьютер, он считывает скорость, дистанцию, пройденное расстояние, пройденное время, общую дистанцию. Все, ничего особенного. Он у многих есть. Вы рады, что вы занялись сегодня второе место? Ну, я старался первое, но чуть-чуть подвело дыхание. С непривычки. Бронзу на велогонце отримал Андрій. Першим залізным конем юнака був велосипед «Україна». Аби здійснити мрію свого онука, дідусь зробив ему гарний подарунок, що допоміг спортсмену вибороти почесне третє місце. Это здоровье, спорт. Это шикарно. А в сегодняшних соревнованиях откуда узнали? Я подписан ВКонтакте Андрея Краченко. Сижу в типичном кермане, в группе Инадимева кермане. Инадимева кермане, там было написано «Датайку», внимание, старт, будет велогонка устраиваться на меморіалі слави. Я прочитал, сколько, когда будет. Сегодняшний день я приехал, выиграл третье место. Цьогорічні велоперегони у Білому місті на Дністрі організували завдяки комунальному підприємству «Спорт для всіх». Велопробіг ми планували вже давно і все вийшло, то переносили, то ми хотіли на День физкультури провести, но довольно-таки насыщенные были мероприятия и решили перенести, так как сделали официальный праздник у нас 14 октября, День защитников Украины. И к этому празднику мы решили провести вот такой велопробег. Таким насыщенным та вдалим виявився для подлитков цей день. А хлопців, які посіли призові місця, очікували ще й грамоти та грошові нагороди. В Білгороднестровському состоялось заключительное заседание Оргкомитета по подготовці к мини-ралли. Представители силовых ведомств отчитались о подготовці к проведению чемпионата Кубок Лиманов, що состоїться 17-18 октября. Як отметили организаторы, с основной і самой трудною задачою – подготовка трасси – вони справились на отлично. КП «Благоустройство», «Райавтодор» і волонтёры города убрали територію от мусора, скосили траву. Председатель ФАУ Віктор Шаповалов рассказав, що ожидає на участників і зрителей спортивного праздника. В ході заседання обсудили вопросы по обеспеченню безпасності на улицах города. В связі з проведением Кубка Лиманов, уліцы Шапську, Паркову, а також Южну во время проведення соревнований перекроють. Представители служб МЧС, ГАИ, милиции, а також станція скорой медицинской помощи отрапортовали, що полностью готовы к мероприятиям. В современну епоху всеобщей компьютеризации бумажные документы все чаще приобретают электронний вид. Так действительно проще и быстрее обрабатывать информацию. Но бывает, что иногда акерманцам нужно получить справку или документ 60-летней давности. Тогда вам прямая дорога в городской архив. Чем сегодня живет это учреждение, смотрите в сюжете. О работе этого коммунального учреждения вспоминают довольно часто. Ведь именно в его хранилищах находятся документы столетней давности. На сегодняшний день в архивном отделе Белгороднестровского городского совета насчитывается 63 фонда. К примеру, только в секторе трудового архива, который за последние несколько лет увеличился вдвое, хранится около 7 тысяч документов различного характера. За год мы выдаем где-то 1100-1200 справок архивных различным и гражданам, и организациям. На сегодняшний день архив это открытое учреждение. Поставлена задача нашим руководством, державного архива Украины, в том, чтобы доступность документов приходит у нас, получается, год где-то порядка 2400-2500 граждан. Мы принимаем, потому что человек приходит с заявкой, человек приходит с ответом, и потом еще ему надо консультации. На этих огромных стеллажах не только решение Белгороднестровского горсовета, но и Затокского и Сергеевского. Каждый горожанин может здесь найти необходимый документ, ведь хронологически информация в них охватывает период с 1945 года по настоящее время. Нынче для эффективной работы коммунального предприятия необходимо финансирование. Мы предлагаем на следующий год программу в том же разрезе, которая была принята до этого, для того, чтобы поддерживать состояние нашего архива, его развивать, для того, чтобы можно было продолжать увеличивать фонды. На реализацию программы развития городского архива на 2016-2020 года предусмотрено 50 тысяч гривен в год, что в целом составляет 250 тысяч гривен. Однако члены исполкома внесли в нее свои коррективы. У нас от них идет город Заток и Сергеевка. Район есть у нас тут? Нет. Хорошо. Мы только город и Майя. За пять лет мы от них не получали никакого софинансирования. Мы даже не поднимали. Я думаю, что надо поднять вопрос все-таки, коль есть какая-то пропорция жителей, обращение, можно это в анализ. Если вернуться до двух поселков, все-таки на какие-то кошки не могут нам оказаться действий. Правильно? Правильно. И третий вопрос. Головы здесь я вижу. Ну нет, я думаю, что не будут возражать. И третий вопрос. Мы поднимаем вопрос. Вы не возражаете? Не возражаете? Да. Потом программу создаем. У нас тоже была программа на пять лет. Но потом каждый раз программа была принята, хорошая. Но в том раз, сегодня, вот, ой, нужно деньги на фото. Нужно деньги на фото. Вы сейчас написали меню, я согласен. Мы же в финансовании. Какие-то капитальные расходы. Нужно будет еще думать? Да. Если нужно, записывайте. Как результат, окончательное решение по утверждению программы развития городского архива Белгороднестровского примут депутаты на заседание очередной сессии, которая должна пройти 23 октября, накануне выборов в местные советы 2015 года. Ирина Паил, Анатолий Лукинчук, Андрей Романовский, Бессараби-ТВ. Охранник причала в Бессарабии оказался владельцем наркоплантации. Пограничники измаильского отряда во время патрулирования государственных рубежей вдоль реки Дунай, около села Старая Некрасовка, обнаружили почти 2 килограмма конопли. Совместно с сотрудниками милиции стражи кордона провели осмотр на территории причала. В ходе проверки обнаружили еще 40 кустов. Владельцем растений оказался один из охранников причала. По его словам, наркотическое растение он выращивал для собственного потребления. На данный момент урожай конопли изъяли. Общий вес составил почти 2 килограмма. Безопасные выборы – это одна из задач не только для милиции, но и для сотрудников МЧС. В Акермании полным ходом идет проверка избирательных участков на пожарную безопасность. К чему быть готовым членом избирательной комиссии и как правильно пользоваться огнетушителем, знает Татьяна Карпенко. Надежда Владимировна не первый раз работает председателем избирательной комиссии. С инструкцией по пожарной безопасности знакомо давно. Однако, как утверждает женщина, очередное напоминание основных правил – залог безопасности. Примещение нас за всеми пожарными нормами задовольняет. Площадь достатна для количества выборцев. Также она оснащена всем необходимым. В примещении есть два входа, есть запасный выход для выборцев. Для главного инспектора по пожарному надзору Белгороднестровского района такие выезды тоже не первые. Александр Чуханенко предупредил, что в связи с нестабильной обстановкой в стране на избирательных участках могут происходить различные инциденты, которым необходимо быть готовым. И еще раз напомнил членам комиссии, как правильно пользоваться огнетушителем. Необходимо просто вытянуть чеку и направить в среду пожежи, где-то на отстань один метр. И просто на отстань. Одного огнегасника с зарядом 5 килограмм хватит приблизительно на 15 квадратных метров пожежи. В свою очередь Надежда Владимировна уверяет, что на их избирательном участке в плане пожарной безопасности все учтено. В управлении службы по чрезвычайным ситуациям рассказывают, что такие проверки перед началом выборов – это одна из основных задач для сотрудников МЧС. Инженерно-инспектором власти до начала проведения выборов необходимо проверить все выборов, где будут проходить выборы. На наявность первых средств в пожарной безопасности, на наявность эвакуационных выходов, чтобы они соответствовали нормам, чтобы были обязательно проведены инструктажи со всеми членами выборов. В день выборов в областном порядке на каждой больнице будет черговать наш сотрудник. Ныне проверка пожарной безопасности на избирательных участках в Белгород-Днестровском продолжается. Работники МЧС призвали жителей города быть внимательными и, конечно же, придерживаться всех норм пожарной безопасности. В Одесском аэропорту задержали граждан Ирака с поддельными документами. Во время оформления пассажиров рейса Стамбул-Одесса пограничники обнаружили нарушителей, которые предоставили для контроля поддельные паспорта граждан Испании. Супруги вместе со своими двумя детьми намеревались попасть в Германию в поисках лучшей жизни. В ходе собеседования выяснилось, что на самом деле они являются гражданами Ирака, подтвердив это действительными паспортами. За поддельные документы и дальнейшие перемещения они заплатили своему соотечественнику примерно по 14 тысяч долларов США на каждого. Семью нарушителей обратным рейсом вернули в страну вылета. Измаил вместе со всей страной отметил День защитника Украины. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику неизвестного солдата. В этот же день в историко-краеведческом музее учеников второго класса приняли в казачата. Галина Величко побывала на торжественных мероприятиях и расскажет больше. Подробности далее в сюжете. Столица Придунавья. 14 октября первые лица города, депутаты, военные, представители общественных организаций и работники учреждений города с самого утра собрались на площади Победы, чтобы почтить память тех, кто ценой собственной жизни защищал Родину. Традиционно к памятнику неизвестному солдату участники мероприятия возложили цветы. В этот же день в Измаирском историко-краеведческом музее Придунавья прошел праздник «Мы – дети Украины» с посвящением казачата. Для учеников общеобразовательной школы номер 10 заведующая отделением истории и культуры Алена Акчебаш провела экскурсию под названием «С Украиной в сердце». После увлекательной экскурсии директор музея ознакомила ребят с торжественным приказом посвящения в казачата. Детям напомнили о величестве истории своей страны, своих дедов и прадедов. Как отметила Ольга Тирон, хотя праздник и проводился в стенах музея впервые, но получил признание среди воспитанников учебных заведений «Измаила». Детки подготовили интересные стихотворения об Украине. Праздник впервые проводится в стенах музея подобный, но уже, судя по реакции школ, получил любовь, признание. Юные измельчане, как и полагается по обряду посвящения в казачата, приняли клятву верности своей страны. «Обещаю! Добросовестно овладевать знаниями! Обещаю! Учиться! Молодцы! Хранить казачьи традиции! Обещаю!» На руки новоиспеченным казачатам повязали обереги всех цветов радуги, а дальше ребят ожидали концерт, казацкие забавы и сладкий стол. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ Мемориальная доска погибшему бойцу АТО появилась в Березовском районе. Об этом сообщает собственный корреспондент информагентства трасса Е-95. Ее установили на здании школы, где учился Виктор Башняк. По этому случаю во дворе учебного заведения состоялся митинг с участием руководства района Ряснопольского сельсовета, депутатов, односельчан и родственников бойца. Открыли мемориальную доску брат погибшего Николай и его одноклассница Татьяна Сироткина. Отметим, что из села Петровка в зону проведения антитеррористической операции за 2014-2015 годы были мобилизованы 8 человек. Напомним, Виктор Башняк погиб 10 ноября 2014 года при обстреле блокпоста в районе населенного пункта Березовая в Марьином районе Донецкой области. Ему было 22 года. На сегодня это были все новости. Увидимся с вами завтра в 18.00 на телеканале Бесарабетовы. Субтитры создавал DimaTorzok